Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про переоценку товаров в рознице, то есть каким образом это работает, вот что нужно сделать для того чтобы у вас на полках в магазине появились новые ценники на товары, чтобы у вас в рабочем месте кассира появились тоже новые цены и соответственно чтобы вы весь процесс переоценки организовали со взаимодействием с персоналом вашего магазина, то есть что нужно сделать именно в центральной базе. Мы рассматриваем тот вариант, когда у вас розница допустим установлена, центральная розница, центральная база розницы в которой содержатся все магазины установлены в одном месте и в каждом магазине своя часть розницы, которая ответственна за конкретный магазин, да вот таким образом распределенная база работает. Итак, у нас есть магазины, вот мы будем работать с магазином продукты, вот что нужно сделать, чтобы по некой продуктовой категории у нас появились новые цены в магазине и соответственно они соответствовали тому, тому что у вас записано в базе, тому по какой цене это продается. Давайте поменяем цены на такую категорию как пиво, да тут у нас есть маркетинг, цены номенклатуры и вот есть документ, который я пометил специально комментариям пиво, он здесь вот, который в 2015 году задал цены на пиво, ну вот они вот такие розничные, вот по этим ценам до сих пор мы уже двадцатый год, до сих пор мы торгуем. Что нужно сделать, чтобы это все изменилось? То есть во-первых мы создаем новый документ розница и желательно делаем его некой будущей датой, допустим цена у нас поменяется завтра с 10.00, вот так мы установили 26.00 и соответственно в 10.00 у нас произойдет изменение цен по всем магазинам. Дальше мы заполним наш документ собственно говоря пивом, если это правильно звучит там по-русски. Соответственно подобрать товары, добавить товары по отбору, здесь мы выбираем магазин продукты и делаем такой вот хитрый подбор, говорим что нам нужна вся номенклатура, у которой наименование, вот эта позиция содержит слово пиво, вот нажимаем заполнить, нам сюда в подобранный товар попадает все что связано с пивом, мы переносим это все в документ, у нас отображает та цена которая стояла раньше на эти позиции, тех где цена не стояла здесь стоит 0, соответственно мы ставим только новую цену. Соответственно автоматически после того как мы ее ставим, у нас считается здесь процент изменения, вот так это выглядит, 80 допустим, здесь 75, можно изменения вниз сделать, да, там уменьшить цену, соответственно здесь посчитается со знаком минус, можно оставить такую же, вот таким образом мы сейчас все изменим и соответственно все у нас готов документ, по которому мы завтра в 10.00, обращаю ваше внимание на дату, завтра во всех магазинах у нас изменится данный по ценам. Итак, мы его проводим. Проводим и ждем некоторое время пока этот документ во все распределенные базы данных попадет с очередными обменами. Дальше в распределенной базе данных человек, который ответственный за переоценку, должен сделать следующее, то есть он должен распечатать новые ценники, то есть убрать с полок старые ценники и поставить туда новые. Соответственно мы печатаем ценники, да, там выбираем некий шаблон для печати ценников, допустим выберем стандартный и здесь, здесь нужно обязательно также выбрать состояние, да, там на, допустим 11 здесь поставим, вот на то время, когда, ну то есть будущее время, чтобы у нас все эти изменения, которые только завтрашним днем пройдут, они сюда попали. Итак, у нас здесь есть все данные для того, чтобы напечатать ценники, да, там еще раз установим там шаблон, чтобы ничего никуда не потерялось, вот и нажимаем на кнопочку печать. Соответственно у нас печатаются ценники, да, там в каждом ценнике установлена дата, с которой, точнее дата текущая, да, там когда он был отправлен на печать, вот цены установлены на завтрашнюю дату, вот мы можем все эти данные распечатать, если нужно поставить подпись, здесь у нас там есть юрлицо, все формальности у нас соблюдены и соответственно у продавцов до завтра до 10.00 есть время вырезать эти ценники и соответственно установить. на переоценку назначается определенное время и для того, чтобы опять же никто не путался, да, то есть мы можем взять, распечатать из установки цен такой документ, который называется переоценка товаров, вот, вот в таком виде он выглядит, здесь есть старая цена, новая цена и соответственно мы можем просто взять этот документ и скопировать и скинуть продавцам там либо на почту, либо в чат, либо в какое-то средство коммуникации, оно обычно есть, но обычно магазинах для этого используется чат. Соответственно они видят конкретную позицию, видят какая была старая цена, какая новая, берут все ценники, которые они распечатали и меняют это все на полках. После этого, после этого изменения, соответственно, после этого изменения, соответственно, в базе уже будут в определенное время установлены новые цены и продажа ведется по новым ценам. Вот, обращаю ваше внимание, что такую методику следует использовать для небольших, небольшого количества товаров, там, ну, не более, так скажем, там, 20-30, потому что крупная переоценка, допустим, все цены поменять в магазине, да, там, по времени может занять, там, до, с печатью ценников, с вырезанием, с расстановкой, там, и так далее, до двух часов. Соответственно, нужно менять цены по категориям, да, там, если вы хотите переоценить, там, какую-то полку или какой-то отдел, нужно к этому очень внимательно относиться и рассчитывать время, чтобы у тех людей, которые работают в магазине, было время все это сделать. Если у вас большая переоценка, соответственно, это лучше делать, там, вечером после закрытия или утром до открытия. Вот, если у вас маленькая переоценка, можно сделать в течение рабочего времени, но, опять же, обращаю внимание, там, не больше, не больше 20-30 ценников. Вот таким образом работает переоценка в рознице, вот таким образом она работает методологически. Обязательно скидывайте продавцам и тем людям, которые ответственны за переоценку, сам документ переоценки, чтобы они видели, что они делают. Далее, обязательно получите с них фотоотчет, то есть, после того, как они провели переоценку и поставили новые ценники, они просто должны сфотографировать полку и отправить вам фотографию, чтобы вы могли убедиться в том, что это было все сделано правильно. Вот, соответственно, если у вас большое количество магазинов, там уже применяются специальные программы и конфигурации для переоценки. Вот, и, как бы, вот этот нюанс, да, там, наверное, вы все замечали в больших крупных розничных магазинах, когда цена на полке не соответствует тому, что пробивается на кассе. Вот, он при правильной работе, при системной работе, при строго заданном времени переоценке, при подготовке к этому процессу, он практически исключается на ноль. Большое спасибо. Если вам нужна какая-то информация о том, каким образом организовать работу розничных магазинов, подключить торговое оборудование, обращайтесь к компании Кудрлайн, мы обязательно вам поможем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...